Вот такая погода у нас сегодня на целый день, всю ночь. Грохотало. Я думала, у меня на балконе окна снесёт, в двери. Так и пытался ветер двери открыть. Такое ощущение было, что тут ломится дверь, всё скрипит. Да, Осман. Османчик, доброе утро. Доброе утро? Доброе утро, зайчик. Что у тебя? Ты в носочках спал? Уф, болит? Что у тебя там болит? Ты снять хочешь носочек? А, ты пошекотать хочешь? Давай, встаём, время уже. Уф, сколько много времени! Вот так вот всё у нас заволокло. Темным-темно. Хотя время уже полоденнадцатого. Ещё и ветер плюс ко всему. Интересно, рынок в такой день работает? Сегодня рыночный день. Интересно узнать. Какой проливной дождик! Обалдеть! Таким и темпом наш родник скоро воспрянет духом, да? Ой-ой-ой! Ой-ой, как страшно! Обалдеть! Смотрите, что творится! Воды? Воды вон муха ползёт, да? Проливная дождь! Вот что значит проливные дожди в Турции. Да, Смам! Да, Кака! Видишь, как сильно ветер разыгрался? Да. А я ещё планировала сегодня выйти на улицу. Да. Ну что, пойдём завтракать? Ну вот, как всегда, на завтрак у нас турецкий завтрак. Готовим яйцо. Заварили чай по-турецки. И будем сейчас наливать мне чаю. Не все чаи ещё перепробовала. Мама! 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 Осталось мне попробовать чай Ризе. 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 Сейчас я пью вот такой чай. Чай и кур вообще сказали, что самый лучший производитель. Буду сейчас пробовать его. Терьяки и чаи взяли. В следующий раз возьму Ризе. Этого же производителя сравним по вкусу. Какой чай вкуснее. То есть столько чаёв здесь огромное количество. Наш турецкий завтрак. Осман поел манную кашу. Вот. Стандартно. Как всегда. Не изменяю своим традициям уже на протяжении 9 месяцев. Уже традиции есть обязательно. Овощи на завтрак. Сыры. Оливки. Обязательно штучек 4-5 съедаю. Яйцо. В разных вариациях. Омлет. Яйцо. Яйцо пашот. А что еще? Яйца сваренные вкрутую. И, конечно же, турецкий вкусный чай. Единственное, чем отличается, сегодня у меня не турецкий хлеб. Это вот уже османчик подмял. Взяли серый хлеб. Обычный. Ну что. Будем завтракать не спеша. Никуда не торопимся. Всем приятного аппетита. Друзья. Столько планов. Столько планов было сегодня. Смотрите. Ничего не видно. Не выходим. Не выходим. Там мокро. Так что сидим дома сегодня. Похоже, это на пару дней сколько воды в бассейне накопилось. Да. Вот что значит бьет, как из ведра. А что еще остается, скажи, да? Заниматься уборкой, да? Ты окна моешь, да? Да. Мама только хотела вчера окна помыть. И дождь. Да? Ни свет не включишь. Сразу вырубается. Да, Смар? Ни интернета нет. Как мама будет работать сегодня? Ну, ни на улицу не выйти. Да? Сейчас книжки будем читать тогда. В темноте заниматься не будем. Мама будет читать книжку тебе. Угу. Всем еще раз привет, друзья. Ну, какие у нас новости сегодня. Рад, что мы сидим дома. Ждем хорошей погоды. Вот. На этой неделе обещают проливные дожди целую неделю. Поэтому я решила записаться к нашим специалистам на следующую неделю. И, в общем, записалась я на следующую неделю к психиатру и к лору. И через неделю, простите, к психиатру и к кардиологу, а через неделю, 20-го числа, я записалась к лору. Потому что, вот как видите, мы сдали анализ в пятницу. В понедельник вчера сходили. Один из анализов не готов. И сегодня, вторник я опять сейчас зашла, посмотрела. Не готов. Сейчас я вам расскажу, что у нас с анализами. Какие анализы здесь берут. Вот. Такие дела, в общем. Ну, поехали. Давайте посмотрим. Может быть, пришел все-таки анализ последний, который мы ждем. Видите, получается, на несколько дней растягивается один специалист. Поэтому я не стала все в одну кучу записываться. Ну, ладно. Записала так, как записалась. Вот. Остается у нас генетика. Генетика запись пока не смогла я записаться. Может быть, я что-то не туда нажимаю. В общем, учимся потихоньку. Ну, вот, друзья. Набрала я в интернете Эдитимара Штурмах Астана, Сан-Анталия. Лаборатор Варсу Нучлары. Что означает результаты лабораторных исследований в учебной следовательской больнице города Анталии. Вот. Потом я зашла по ссылке, у меня открывается вот такая страничка. Может быть, кому-то пригодится, кто живет в Анталии. Здесь набираем номер турецкого кемлика, то есть паспорта Османа. Я уж не буду вам показывать полностью номер. Так. Дальше нам нужно ввести номер архива. Вот сюда, по-моему, писала на штрих-код. Там номер есть. 343. Убираем. Убираем. 914. Так. Вот открылась. Здесь у нас идут анализы. Вот один из анализов. Не готов. Микроэлиса 1. Давайте попробуем зайти и посмотреть. Убираем галочки. Так. Микроэлиса 1. Я вот сейчас открыла, что это за анализ. Это нас направил на анализы. Обычные, я так понимаю, педиатр общего, общий специалист, как у нас педиатрии и педиатры сидят. Это твердофазный иммуноферментный анализ для полуколичественного определения антител к двухцепочной ДНК в сыворотке или плазме человека. В общем, ничего не понятно, что это за анализ такой. В общем, вот здесь направляют на такой анализ. Значит, не пришел. Видимо, сложный какой-то анализ. Вот. Открываем М. Открываем М. Элиса. Так. Это у нас М. Элиса. Это у нас антитела на гепатит. То есть они какие-то разные антитела не обнаружены. Все, что связано с гепатитом. Три каких-то вот анализа, расшифровки. Все нормально в этом плане. Так. Посмотрим биохимия. Что там у нас открывается. Так. Вот такая биохимия. Химия. Химолиз, липимий, глюкоз, креатинин. Так. Так. Посмотрим только отклонения какие. H, H. Это значит повышенный. LDH. При норме 215-301. И демир 150 железа. При норме до 120. Но я норму уже посмотрел. Нормально. По российским меркам. Что такое LDH. Что такое LDH. Это у нас лактодегидрогеназа в крови. Фермент локализующийся внутри клеток. Состав обязательно входит ион и цинка. Катализирует процесс окисления молочной кислоты до перулата. Что такое? Не знаю. Так. Ну ладно. Не критично. 301. Следующий анализ крови гемограмма. Тут же здесь есть какие-то отклонения Османа. А именно W, B, C. Что это? Не знаю. 12,6. При норме 9,5. Так. Здесь у нас понижено. Что это? MCH. P, W. A, P, D, W. Понижено. Повышено. Что это? Сейчас посмотрим. Так. Первая позиция это лейкоциты повышены. 12,6. Но не знаю, друзья, кто из вас в курсе лейкоциты. Когда приходят в норму после болезни, сколько должно пройти времени? В принципе, мы заболели было месяц назад, да? Две недели, три недели после болезни. Уже прошло три недели. Мы сдали анализ. Так. Это у нас гемоглобин в эритроцитах. Чуть-чуть понижен. Да? Ширина распределения тромбоцитов. Это уж я вычитываю тоже понижено. Так. И последнее значение это лимфоциты. Тоже у нас повышены. Ну, пишет, что лимфоциты это тип лейкоцитов, которые помогают иммунной системе, организм идентифицировать и бороться с патогенными факторами, вирусами, бактериями, грибками. Повышен, значит, есть какие-то вирусы, с которыми борется организм. Дорогие друзья, если среди вас медики, подскажите. Я не дотерплю до следующего приема. Буду переживать. Так. Тиреостимулирующий гормон, который как-то связан с щитовидной железой. Сербис. Сербис. Тиреостим. Тиреостим. Тоже связан с щитовидной железой. Хидроски. Витамин Д. Что это? Так. Вот этот пункт показывает, насколько достаточно витамина Д в организме. 43. Пишет, что от 30 до 100. Гетерли достаточно. Значит, все нормально. Витамины В12. 836. Что-то у нас переизбыток. И ферритин пониже. Хотя, железо пишет, что у нас в биохимии повышенное железо. Непонятно. Ферритин ведь тоже с железом связан. И фольканин, да? Фольканин, да? Фольканин, да? Фольканин, наверное? Так. Ну вот видите, значит, в Турции вот такие анализы нам назначили на первом приеме. Так. Вернемся обратно. Значит, это гемограмма. Это, я так поняла, развернутый анализ крови, да? Общий. Гормон. Блин, моя мышка-то. Мышки. Гормон. Гемограмма, биохимия. Элиса. Вот уж забыла, что мы там смотрели-то с вами. Вот осталась еще вот микроэлиса один. Ждем. Будем ждать. Ну вот, друзья, наконец-то погода начала проясняться. Не знаю, видно ли вам лучи солнца пробираются. Наконец-то. Вот сколько воды у нас набралось в бассейне. Сантиметров двадцать. Но вот еще опять пошел немножко дождик. Османчик уснул. Вот какие облака. Но все равно показывает двадцать градусов тепла. Несмотря на дождь, ветер. Двадцать четыре метра в секунду будет сегодня порыв. Порыв ветра. Скорость ветра, скажем так. Все. Пойду монтировать вам ролик. Всем пока-пока. Ну что, Османчик, вкусная баранина? Да. Вкусная? Вот тебе хлебушек. Давай. Пока-пока. Да, давай. Кушай. Осману очень понравилась баранина. С капустой, с картошкой, с морковкой. Пока-пока. Да, положили немножко майонезик. Ты молодец. Пока-пока. Пока-пока. Да, да. Не мешайте, скажи, мне кушать, да? Так. Камера у нас какая-то. Пока-пока. Змутная. Пока-пока. 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 Осман все выдул, да? Да. Вот так. Молодец.